Солнце снова подает людям пугающие сигналы. За последние 24 часа главная звезда галактики содрогнулась потоком новых вспышек, сила которых в пике достигла отметки М2.04. Эта классификация была придумана еще в 1970 году американским ученым и первоначально основывалась на измерениях спутников Solar D. По этой классификации солнечной вспышке присваивается балл, обозначение из латинской буквы и индекса за ней. Буквой может быть A, B, C, M или X в зависимости от величины достигнутого вспышкой пика интенсивности рентгеновского излучения. Исходя из этих данных, на Землю ожидается серьезнейшее воздействие, которое может привести метеозависимых людей в крайне сложное положение. Вид активности солнца это вспышки, когда магнитные линии выходят из одного пятна и заходят в другое пятно. А вот как бы под этими линиями образуется такая вот область, где солнечное вещество сжимается под действием магнитного поля. До такой степени сжимается, что происходит взрыв этого вещества. И соответствующим образом выделяются космические лучи. Это незаряженные частицы, улетающие со скоростью света. Вызывают магнитные бури, вызывают радиобури. И образуются заряженные частицы, так называемый солнечный ветер. Несмотря на то, что многие люди не придают особого значения магнитным бурям, нельзя не отметить последствия, которые могут быть самыми разными. Это напрямую зависит от степени восприимчивости человека к изменениям в магнитном поле Земли. Они опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотомией, иными словами, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходят именно во время магнитных бурь. Они нередко сопровождаются головными болями, мигренями, учащенным сердцебиением, бессонницей, плохим самочувствием, пониженным жизненным тонусом, а также перепадами давления. Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Очень важно следить за своим здоровьем и следовать рекомендациям врача, а также вовремя принимать назначенные лекарственные препараты. Важно также помнить, что симптомы метеочувствительности могут быть признаком скрытой патологии. Поэтому, если реакция на смену погоды часто беспокоит и доставляет дискомфорт, крайне важно обратиться к врачу и пройти обследование. А самое необходимое для определения скрининга и выявления хронических заболеваний нужно проходить регулярные профилактические осмотры и диспансеризацию. Сильное влияние магнитных бурь на человека уже доказано многими учеными. Благодаря исследованиям было установлено, что во время солнечной активности кровь начинает густеть. Из-за этого ухудшается ее кислородный обмен, на который в первую очередь начинает реагировать мозг и нервные окончания. Влияние на здоровье магнитных бурь не всегда проходит бесследно. Несчастным, имеющим хронические болезни, приходится не сладко. Солнечная активность наносит удар по самым слабым местам. Заболевания могут обостриться, а если человек находится в плохом настроении, то он рискует получить затяжную депрессию. В группе риска находятся также кардиобольные и люди, страдающие избыточным весом. Метеозависимость – это восприимчивость организма человека к изменениям погодных условий, таким как перепадам атмосферного давления, перепадам температуры воздуха, осадкам, смене уровня влажности или сухости климата, ветру, солнечному излучению, состоянию геомагнитного поля. Возникает метеозависимость из-за нарушений эндокринной, кровеносной, сердечно-сосудистой системы организма, а также у пожилых и беременных. Объясняется это тем, что электромагнитные колебания, затрагивающие атмосферное электричество, воздействует на нервные окончания, содержащиеся в нашем организме и способствует возникновению общей невротических жалоб. Чтобы противостоять последствиям солнечных вспышек, необходимо обезопасить себя и выполнять рекомендации, которые дают медики во время солнечной активности. Следует контролировать уровень артериального давления, пить больше чистой воды и свести к минимуму потребление соли. Она не дает организму выводить жидкость, и это способствует повышению давления. Лучше ограничить количество и улучшить качество еды. Больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки и меньше жареного и мучного. Метеозависимым важно хорошо высыпаться и избегать повышенных нагрузок. Во-первых, в период геомагнитных изменений необходимо снизить физические и умственные нагрузки. Это касается спортивных тренировок и дополнительных нагрузок на работе. Физические активности в виде прогулок только приветствуются и помогают бороться с метеозависимостью. Также следует ограничить информационный шум, меньше использовать гаджеты, меньше смотреть телевизор и социальные сети. Второе правило – это правильно питаться и достаточно спать. Чтобы справиться с резкими изменениями погоды, нужно спать не менее 7-8 часов в сутки, избегать тяжелой жирной пищи, следить за потреблениями жидкости и соли. Защититься от магнитных бурь можно, но полностью избежать их последствий вряд ли удастся. Стоит понимать, что чаще всего солнечная активность происходит весной и осенью. К тому же синоптики обычно заранее предупреждают о начале геомагнитной активности. Пользуясь такой информацией, можно в разы облегчить самочувствие, сохранить здоровье и, возможно, даже избежать серьезных последствий бурной деятельности солнца.